Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Первая партия участников вылетела на Сейшелы. В нее вошли Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова, Сергей Захарьяш с двумя своими девушками Лерой и Лилей, а также Маша Кахно. Ваня Барзиков и Лиза Полыгалова пока остались на поляне. Ходят слухи, что они будут принимать участие в новом конкурсе, где будет разыгрываться Дом. Ксения Бородина тоже отправилась на Сейшелы. «Люблю свою работу», пишет она. «На Сейшелах начинаю ее любить еще больше». В ближайшее время пара Тата Абрамсон и Валеры Блеменкранца хотят узаконить свои отношения и подать заявление в ЗАГС. Валера уехал в Одессу за справкой, что он не женат. Глеб Жемчугов проводит время с сыном и не оставляет надежды вернуть свою жену. Он подписал этот снимок «Моя жизнь, мое все, еще бы маму вернуть». Элла Трегубенко хочет сделать очередную пластическую операцию. Девушка решила увеличить себе грудь. Сергей Кучеров рассказал в своем блоге о спортивном прошлом. 9 лет он занимался боевыми искусствами, был финалистом чемпионатов мира по бодибилдингу. Но придя на проект, Сергей немного растерял спортивную форму. «У юного Петра Рыбалка не получается строить отношения на проекте. Я пытался ухаживать за Дашей, но она на мои ухаживания вообще не реагирует». Мама Димы Дмитренко обвинила Ольгу Рапунцель во лжи. Она прочитала статью в последнем номере журнала «Дом-2». И оказалось, что Оля намного приукрасила свои впечатления от знакомства с мамой Димы. «Вранье, одно вранье», написала Людмила. «Все, что написано, вранье». Недавно на проекте состоялся женский приход. Новая участница София Вермут выразила симпатию Ване Заре. Алена Ашмарина и Илья Григоренко счастливы в отношениях. Алена интригует своих подписчиков. «Скоро у нас будет радостная новость», пишет она. «Ольга Бузова планирует развивать свою карьеру певицы. Она мечтает о Евровидении. В этом году я поддерживаю свою подругу Лену Темникову», пишет Бузова. «Если меня выберет народ с зрительским голосованием, то я поеду в следующем году». Алена Водонаева опубликовала новое видео в своем микроблоге. Ее ролик ужаснул подписчиков. Будучи за рулем автомобиля, девушка приподняла свитер, обнажила грудь и под музыку стала танцевать. В последнее время блог Жени Феофилактовой активно комментирует некий Заур, профессиональный боец по смешанным боевым единоборствам. Он шлет девушке комплименты, называет ее самой доброй, красивой, прекрасным цветком. Феофилактова не дает комментариев, но многие думают, что это ее новый возлюбленный, которому она ответила взаимности. Ольга Васильевна Гобозова разболтала информацию, о проблемах в семье Даши и Сергея Пынзарей. Долгое время Пынзарей считали самой идеальной семьей за всю историю «Дома-2». Они для многих были образцом для подражания. И вот стало известно, как же на самом деле обстоят дела в паре. Гобозова рассказала, что долгое время Даша и мама Сергея не могли найти общий язык. Так же, как и она с Алианой Устиненко. Редакторы часто вырезали кадры со ссорами Даши со свекровью. Маленького Давида бабушка увидела только когда ему исполнилось 4 месяца, и то по скайпу. Но многие зрители считают, что все равно Пынзари молодцы. Они хоть не выносят свои проблемы и все решают внутри семьи. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.